Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня скринкаст простенький, но не все же нам SSH ключи генерировать. И при видимой простоте мне кажется, что приложение это крайне полезное, поскольку позволяет смотреть видео YouTube на мобильном телефоне без рекламы. Реклама, конечно, двигатель прогресса, но иногда она больше похожа на пыточное колесо. Приложений есть в Google Play, их тут несколько и все заявлены как вансет. Я установил вот это вансеткит. Более миллиона установок. Выглядит оно вот так и собственно мало чем отличается от классического приложения YouTube за исключением… да. За исключением рекламы перед, шесть раз во время и после ролика. Плюс тут есть еще ряд полезных дополнений, которые мы сейчас и разберем. Комментарии открываются здесь. Свайп отправляет ролик вниз и если он воспроизводится, то воспроизведение продолжается. Вернули. Главная фишка, конечно, это воспроизведение в отдельном окне. Вы можете запустить видео и спокойно заниматься своими делами. В первый раз при использовании функции он запросит разрешение в настройках, не помню какое, что-то про всплывающие окна. Но, собственно, он отсюда перекинет в настройки, так что промахнуться невозможно. Сейчас лента тут достаточно неприглядна, он выкидывает то, что ему кажется самым популярным, смотреть это невозможно. А вот если вы зайдете в аккаунт, ситуация изменится и в ленте будут ролики в соответствии с вашими предпочтениями. Разработчики уверяют, что и без захода в аккаунт он постепенно подстроит ленту под вас, но не знаю, не проверял. Так, наверху у вас. Вообще, кстати, оформлено достаточно хорошо все. Наверху тренды, подписка и данные аккаунта. В общем, классика. В официальном приложении они, правда, внизу. Тут данные об аккаунте без возможности смены каналов, в которых вы являетесь администратором. У меня их штук пять или шесть, здесь видите всего один, на основной. Вообще, кстати, для работы с YouTube приложение не очень подходит, оно именно для того, чтобы смотреть видео. Вот отсюда вызывается меню действий с конкретным роликом. К сожалению, играть в фоне у меня не сработало. Он гасит экран, на скринкасте это не видно, но при попытке выключить телефон отключает и приложение. Долго искал в настройках, как это победить, все перепробовал. На Xiaomi, по-моему, это невозможно. На других телефонах возможно будет играть. Ну и отсюда можно добавить в плейлист. А также в плейлист можно добавить вот отсюда. Что еще? А, вот это открывает описание. Вообще, кстати, очень удобно. Тут описание, тут комменты. Все под рукой. Что касается настроек. Как и во всяком стороннем приложении, то есть не от разработчика сервиса, настроек тут много, можно подстроить под себя достаточно тонко. Но чего-то такого первостепенного тут нет. По умолчанию все удобно и под пользователя. Я включил автовоспроизведение, чтобы по два раза не кликать на ролики всякий раз. Внешний вид. Тут, кстати, можно выбрать тему. Мне нравится темная, но светлая тут тоже есть. Удобная и для кого-то важна тонкая настройка истории и кэш. Можно все подключать или почистить. И контент. Тут интересна вот эта закладка. Серверы PeerTube. Что это, я говорил в связи с федерацией. Ссылка в описании. Сама по себе идея прикольная и явно с прицелом на будущее. Но как этим пользоваться не понял. И не нашел нигде информации. Ну то есть сервер я добавил, но видео оттуда у меня в ленте не появились. А так, конечно, было бы круто свести контент с разных площадок в одно приложение. Ну и собственно на этом все. Еще раз. Приложение простое и очень удобное. А, еще вот. Когда вы смотрите в полноэкранном режиме, свайпом можно менять громкость и яркость. Проводя по правой части экрана вверх-вниз вы меняете громкость. По левой – яркость. При записи скринкаста изменений яркости не видно, но оно есть. Боюсь, что YouTube будет ругаться и пессимизировать скринкаст выдачи, так как реклама их хлеб, а я учу как ее не смотреть. Так что поддержите видео лайками и комментариями. Все любите друг друга. Конечно это немного неприлично, авторы живут за счет рекламы, но что поделать, если смотреть с рекламой по-моему просто невозможно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в Теплице социальных технологий.